Снова решетка 5 на 5 Представим следующее Эта решетка выложена единичными отрезками Можно мыслить себе так Спички, много спичек положили Каждая спичка занимает одну перегородку Из этих спичек выложили вот такую сетку 5 на 5 Понятно, что имеется в виду? То есть это лежат спички разложенные Нам хочется снять несколько Чтобы из любой клетки можно было пройти в другую Ну такая забавная сепопулировка в одной из клеток сидит Требуется снять как можно меньше спичек Чтобы после этого жук из этой клетки мог проползать в любую другую клетку Но мы предполагаем, что жук такой не может переползти через спичку Понятны установки задачи? То есть какое-то имеющее количество спичек Нужно убрать, чтобы из любой клетки, из любой ячейки можно было добраться до любого клетки Сколько умеете спичек убирать, чтобы жук мог проползать? 24 24 А как Вы убирали? Я понимаю, сложно объяснить, надо картинки рисовать, да? Нет, для того, чтобы он переползал в горизонтали, нужно убрать одну спичку Для того, чтобы он свободно перемещался в горизонтали, нужно убрать все спички в горизонтали А, ну, то есть Вы имеете в виду, что пример, когда мы убираем в каждой горизонтали спички Такие коридоры образуют А между, теперь вот у нас пять таких этажей, да? А чтобы пробираться с этажа на этаж, нужно еще по перегородке, да? То есть это, а что же это, решение задачи или нет, все-таки? Это, наверное, пример все-таки, да? Пример, Вы привели, как действовать, чтобы убрать 24 перегородки Примерно не обеспечивать того, что сейчас кто-нибудь встанет и скажет, там, по какому-то другому принципу, да? Да, там, освобождать эти вертикали или какие-нибудь, там, затеять спирали хитроумные, да? И за счет этого сэкономить количество перегородок, которое надо убирать, да? Количество убранных спичек Вопрос открытый, почему меньше нельзя, да? Сейчас, одну секундочку, я просто... А, почему меньше нельзя? Почему нельзя, например, за... Достаточно убрать 23 спички в какой-либо ситуации, в какой-либо... Да, пожалуйста? Для того, чтобы обойти все доски, нам нужно обойти 24 перегородки Ну, понимаете, вот обойти нас, в общем, никто не просит так ходить, да? То есть даже в вашем же примере, если я какие-то вот эти вертикальные перегородки, да? То есть получится не в ней, так сказать, такой... Вот такая схема проходов, да? Я думаю, что ее просто обойти вот так вот по одному рожу нельзя Другое дело, что из любой клетки действительно можно зайти до любой другой Чтобы мы с вами свободно обойти, нам нужно сходить в такой клетке Так, все равно не очень хорошо получается Нет четкого доказательства Это очень тут скользкий момент И принципиальный момент Так, я тогда предлагаю вам от жука перейти Может быть, так будет более понятно Хотя вы сейчас скажете, что, конечно, никакой разницы нету Мы давайте зальем все это пространство водой Ну, а вот эти вот будут как перегородки Которые делят у нас, скажем, большой бассейн на маленькие бассейнчики Ладно? И вместо жука запустим туда какую-нибудь рыбку Но задача от этого не меняется просто Если я ломаю перегородку вот эту, то рыбка может проплывать из клетки в клеток То есть из одного бассейна в другой Вот И моя цель, чтобы После всех стираний и убираний перегородок У меня по-прежнему из любого маленького бассейнчика Был ход любой другой Вот что происходит? Вот давайте Так как у нас получается квадратик Ну, чтобы куда-то пробраться, нам нужно убрать одну перегородку И соответственно, когда мы А так как они соединены Некоторые квадраны одной и единой перегородкой Соответственно, когда мы убираем по одной перегородке У нас получается как-то так Сейчас, давайте подумаем То есть что-то вы, безусловно, говорите интересное То есть, ну вот, если, допустим, мы сидели в этой клетке То, конечно, одну из этих четырех перегородок, да, я обязан убрать Правильно? Ну, а с другой стороны, какой это результат дает? То есть всего у нас 25 клеток Вроде бы получается вашим подсчетом, что я должен выломать вот эти вот 25 перегородок Но только мы, наверное, тут обманываем немножко Я не это люблю Да? Мне показалось, что как раз это, нет? Я имею в виду, что когда мы будем проломывать по одной перегородке Мы, скажем так, таким образом будем получать минимальное число Ну, пока еще не готово Вот четкое рассуждение какое было Оно правильное, да? То есть, если каждый квадратик рассмотрим И одну из перегородок я обязан сломать Ну, тогда получается, вроде как я должен сломать 25 перегородок Где я обманул? И во сколько раз я обманул? Я в два раза обманул Потому что вот одна и та же перегородка, она принадлежит двум квадратикам Я, конечно, получил некоторую оценку Но только она такая слабенькая по сравнению с нашим примером Вот Ну, это дробное число Значит, я этим рассуждением доказал, что 12 перегородок выломать могу То есть, это как из серии «хорошо, но мало» Вот А вы видите, не так все просто, да? Объяснить Ну, попробуйте Для внешнего контура нам нужно, чтобы из каждой измерки был как бы... Давайте во внешнем ехать не будем Вот здесь вот забор стоит Во внешний выходить необязательно Хотя, это вариация этой задачи, которую вы можете... А внешняя тут 5, вот эти 5, 5, 5 А, вот эта вот рамка, да? Рамка из склеток, да? Да, вот эти склеты Да, для каждой из них должен быть хотя бы один выход Если промить систему вот в этих контурах Объединив внешнее колесо и выбирать А внутренний квадрат, в внутренний четыре Очень сложно Ну, да Вот хочется просто ясно Давайте еще одну задачу Может быть, знаете, такая популярная задача Почти шуточная Про шоколадку Давайте отключемся от этих... И потом связь выяснится Задача про шоколадку Очень популярная Ну, вот у вас шоколадка прямоугольная Разбита на плитки И вы берете и делите по какому-то разлому шоколадку Правильно? Потом берете одну из частей и снова делите Потом берете одну из получившихся и делите И все это продолжайте, пока вы не разделите на плитки 1 на 1 Вот вопрос Ну, вот я нарисовал шоколадку размером 4 на 6 Какое число там и какое наименьшее число вот этих разламываний вам придется сделать? Кто знает такую задачу или похожую? Не встречали? Вот А решение очень смешное в этой задаче Вот в один ход И ничего не зависит от того, в каком порядке вы ломаете Давайте просто следить за количеством кусков И все И задача решилась сама собой Понимаете? Что происходит с количеством кусков? В начальной ситуации был один большой кусок А в конце, когда вы уже всю шоколадку разломали У вас сколько должно появиться кусков? 24 24 А что происходит при одном разломе? Был один маленький кусочек, да? Из него стало 2 То есть количество кусков увеличивается ровно на 1 Видите, как здорово? И вот это количество кусков получается в этой задаче Подходящий счетчик Который сразу решает задачу о количестве операций Вот видите, как здорово? Мы подобрали счетчик количество кусков И сразу задача решилась Сразу ясно, сколько операций Вот здесь мы подобрали такое Чтобы нам Вот вы испытали некоторые трудности Да? Возвращаемся к этим жукам Или к бассейнам с рыбкой Вот Какая характеристика так хорошо себя ведет Если посмотреть получше Что происходит, если я стираю за один путь Одну границу? Объединяется Объединяется, да? То есть здесь какая-то обратная ситуация Да? Было, ну, я что-то там настирал И в один прекрасный момент Вот Я с одной сейчас эту перегородку И что у вас там получилось? Из двух бассейнов Мы получили один бассейн Так что же происходит с количеством вот этих бассейнчиков? За одну операцию Убирание перегородок Уменьшается почти правду Знаете, что будет еще? Почти правда ваша Чтобы совсем обратно Быть вот Мы чего-то наломали, наломали, наломали Да? А потом, например, я рисую вот эту перегородку еще сломать Тут картина какая происходит Вот это уже был такой один бассейн Да? А я ломаю перегородку Ну, то есть Это перегородка между одной частью того же самого бассейна и другого То есть количество бассейнчиков, оно не изменяется при этом То есть если аккуратно сказать То количество вот этих наших бассейнчиков за одну операцию Либо уменьшается на единицу Или остается прежним Но тогда вот Мы сейчас решим задачу Докажем, что меньше, чем за 24 действия Не получится Получить один большой бассейн Собственно, все уже и доказано Все уже готово Изначально было 25 отдельных бассейнов За одну операцию Мы разве что уменьшаем это количество на единицу А в конце нам надо дойти до одного большого бассейна До единого бассейна Сколько операций произошло? Ну, уж никак не меньше 2,4 Вот такие красивые решения Короткие, ясные, красивые Удается придумать Если вы подобрали подходящий счетчик